Новости и события Грузии. Подводим итоги недели на канале «Грузия с русским акцентом». Смотрите в этом выпуске. Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию из Саакашвили. Грузия закрывается от неугодных? Будут ли в Грузии зеленые ковидные паспорта и обязательная вакцинация? Заочная дискуссия между эпидемиологами и правительством. Меня за русский язык чуть не зарезал шайка грузин. Как боты наш канал заметили. Второй тур местных выборов в Грузии. Как изменится политический ландшафт и что будет дальше? У человека есть право на самоубийство. Как премьер в Грузии слова перепутан. Рост экономики в сентябре почти на 7%. Но и недвижимость в Тбилиси тоже подорожала. Посмотрим на сколько. Новый аэропорт в Турции в 80 километрах от Батуми. Станет ли россиянам проще добираться в Аджарию? В Тбилиси открылась обновленная площадь Гудиашвили, а в Батуми прошел фестиваль Сан-Райс. Поехали! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Азоль. В начале выпуска я хотел бы поблагодарить все, кто под прошлым нашим новостным выпуском написал нам слова поддержки и ваши благодарности. Спасибо всем большое! На этой неделе у нас вышло новое видео. Мы в рубрике тест-драйв кафе и ресторана в Батуми рассказали о рыбном рынке и о ресторанчиках рядом с ним. И на это видео дружно набежали боты. Ну вот примерно такие комментарии появились. Меня лично в Грузию больше и бесплатно не затащишь. По прилету в аэропорт грузины меня в обменном пункте ограбили и вручили вместо денег фантики. А в тот же день на пляже грузины украли у меня полотенца и тапочки. А после того, как меня за русский язык чуть не зарезал шайка грузин и многоточие. В общем, ужас-ужас, катастрофа. Ну, такой бред может появиться только явно с заказной целью. Кого-то наш канал заинтересовал. И это, наверное, хорошо. Что на это ответить? Мы продолжаем делать свою работу. Что если появляются такие ребята, значит мы явно что-то делаем правильно. А от вас? От вас лайки, комментарии, подписки, нажатия на колокольчик. В общем, вы все сами знаете. А мы переходим к новостям. Заболеваемость в Грузии несколько стабилизировалась и даже наметился некоторый спад. Правда, она по-прежнему находится на достаточно высоком уровне. А смертность продолжает свой рост. Рост это все-таки отстающий показатель. И замедление тут пока ждать не стоит. В Минздраве Грузии считают, что этот рост это не пятая волна. Они связывают рост последнего времени с низкой вакцинацией в отдельных регионах. Об этом заявила глава Минздрава Екатерина Текаранцев. «Высокий рост случаев коронавируса имеет место в Квема-Картле, Кахетии и Самске-Дживахетии. В других регионах роста не наблюдается. Все зависит от того, что именно в этих регионах активность по вакцинации была низкая», заявила Текаранцев. По ее словам, в системе здравоохранения Грузии удается справляться с ситуацией, есть определенные резервы и необходимости в новых ограничениях нет. Мы полностью контролируем эпидемиологическую ситуацию, а также коечный фонд. Безопасности пациентов ничто не угрожает. Я считаю, что эта волна фактически является продолжением четвертой волны. И ни в коем случае не пятой волной. Ее удастся преодолеть в рамках тех мер, которые мы проводим сейчас. Об этом она сказала в своем заявлении. Но эпидемиологи с этим не совсем согласны. Власти Грузии обязаны будут ввести новые ограничения, если темпы вакцинации останутся на прежнем уровне. Об этом в интервью Первому каналу заявил директор Центра инфекционных патологий и СПИДа Тенгис Цирсвадзе. За последние пять дней количество ежедневно вакцинирующихся составляет 4-5 тысяч человек. Что является мизерным, катастрофой. Большинство из них это вторичные прививки. Это уже не антиваксерские настроения. Население Грузии устраивает саботаж своему здоровью и в конечном счете стране. Если так продолжится, государство снова будет вынуждено ввести ограничения. Это приведет к снижению благосостояния населения. Об этом заявил Цирсвадзе. А глава Национального центра по контролю заболеваний Амирам Гамкрелидзе допустил введение обязательной вакцинации для некоторых групп населения уже с ноября этого года. Также на этой неделе Гамкрелидзе сделал заявление, что Национальный центр по контролю заболеваний на этой неделе подготовил и внес в Координационный совет при правительстве пакет документов о введении в Грузии так называемых «зеленых паспортов». Эта практика широко распространена в Европе. В таком паспорте отражается статус вакцинации человека и его болезнь, если он переболел коронавирусом. Обладатели «зеленых паспортов» имеют целый ряд привилегий, ну а с другой стороны, те, кто такими паспортами не обладает, лишаются возможности совершать определенные действия. По его мнению, Координационный совет должен рассмотреть и принять решение о введении таких «зеленых паспортов». Однако со стороны правительства инициативы об обязательной вакцинации поддержки явно не находят. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе и премьер-министр Грузии Ираклик Грибашвили на этой неделе сделали заявление о недопустимости принудительной вакцинации. Причем премьер сказал, что не допустит принятия такого решения. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с эпидемией дальше, ведь действительно темпы вакцинации остаются на очень низком уровне и общее количество вакцинированных граждан в Грузии не достигает даже 33%. Мы будем следить за тем, что происходит, и оперативно держать вас в курсе происходящего. Но главные новости этой недели крутились не вокруг эпидемии. 30 октября этого года прошел второй тур местных выборов. В субботу граждане выбирали глав 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Зугдиди. А также 42 мажоритарных депутата в 24 избирательных округах. Как в случае депутатов Сакребула, так и при выборах мэра, во втором туре выбор был ограничен всего двумя кандидатами, которые набрали максимальный процент голосов в первом туре. Практически во всех случаях за должности конкурировали представители правящей грузинской мечты и оппозиционного единого национального движения. На выборах, конечно, не обошлось без эксцессов. Так, например, в Зугдиде у одного из избирательных участков возник конфликт между наблюдателями от оппозиции и сторонниками правящей партии. Но в общем и целом выборы прошли достаточно спокойно. Результаты муниципальных выборов мы обсудим на следующей неделе. На мой взгляд, они имеют очень большое значение для будущего страны. Ведь демократия – это система, в которой власть не оказывается в чьих-то одних руках. Подход «я у власти, оппозиция в тюрьме» – это явно не демократический подход. А когда глава, бывший президент Грузии находится в заключении, это, наверное, неправильно. Если власть в Грузии будет распределена, и оппозиция получит контроль над некоторыми муниципалитетами, в том числе крупными городами, это изменит политический расклад. Что получится в конечном итоге, мы узнаем совсем скоро. И, конечно, вся неделя перед выборами была очень горячей. На этой неделе в центре Тбилиси прошла акция «Грузинской мечты» как бы в ответ на митинг единого национального движения, который прошел неделю ранее. В центре Тбилиси, по оценкам наблюдателей, собралось около 70 тысяч человек. Участников подвозили, и они приезжали из разных регионов Грузии. Причем грузинская мечта не скрывала, что участники акции получают определенные деньги – от 30 до 50 лари, то есть где-то порядка 10-15 долларов. С самого утра в центре Тбилиси образовались пробки, центр был перекрыт, и участники автомобильного движения вынуждены были искать пути объезда. Пробки были и на подъезде к городу. Относительно выданных денег действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что деньги выдаются участникам акции на питание, и стоимость акции «Грузинской мечты» будет ниже, чем митинг, проведенный национальным движением 14 октября. Это деньги на еду. Все происходит официально, ничего не скрывается. Журналисты говорят, что госслужащие не имеют права приходить на акцию, но они тоже имеют на это право. «Когда партия привозит людей, мы оплачиваем их расходы на еду. Это официальные расходы, вы можете все проверить», – сказал Каха Каладзе. Митинг прошел в целом без эксцессов, и через час он завершился, и площадь достаточно быстро опустела. Посмотрим, какой эффект эти предвыборные акции окажут на выборы. Еще один скандал, который произошел на этой неделе, связан уже с именем Михаила Саакашвили. Точнее, с именем Дмитрия Гордона, украинского журналиста, которого не пустили в Грузию. Он пробыл в тбилисском аэропорту час, прождал своих документов, и затем написал в своих социальных сетях, что ему во въезде в Грузию отказан. Он вынужден был вернуться тем же самолетом. Час назад прилетел в Тбилиси, и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Руставием Михаила Саакашвили. Все, что произошло, это международный скандал и позор для грузинских властей. Об этом заявил Дмитрий Гордон. Откликнулся на депортацию Дмитрия Гордона и сам Михаил Саакашвили. Он заявил, что вместе с Дмитрием Гордоном в Грузию не пустили его жену и представителя Офиса простых решений при правительстве Украины. Всемирно известного журналиста Дмитрия Гордона Алисию Бацман, руководителя Офиса простых решений и результатов Марию Барабаш без объяснения причин сегодня не пустили в Грузию. Все они будут депортированы в Украину. Никаких объективных причин для такого шага у властей Грузии не было. Это очередное грубое нарушение принципов демократии, прав человека и свидетельство тому, что дело против Саакашвили не имеет ничего общего с правосудием. Об этом сказано на странице Михаила Саакашвили в Фейсбуке. Тогда же, 27 октября, стало известно, что в Грузию не пустили еще одного представителя Украины. Это украинский адвокат Михаила Саакашвили Евгений Грушавец. Он также собирался посетить экс-президента в тюрьме. Адвокат заявил, что собирается подать в суд в связи с этим решением, поскольку была ограничена возможность Михаила Саакашвили на получение юридической помощи. Кроме того, Грушавец заявил о том, что собирается предпринять еще одну попытку въехать в Грузию, однако даты не сказал. Целью этой поездки по-прежнему будет оказание правовой помощи экс-президенту Грузии. Как казалось, отказ гражданам других стран на въезд в Грузию не первый прецедент. О том, что такая же история случилась с ней, заявил на этой неделе в интервью российскому телеканалу «Дождь», который российские власти почему-то считают иностранным агентом, Любовь Соболь, политик и соратник Алексея Навального. Эта история, по словам Любовь Соболь, произошла с ней в конце августа. Она была в Армении и собиралась вылететь в Россию через Грузию, въехать в Грузию через сухопутную границу, однако во въезде ей было отказано. Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала. Недавно была история, что не пустили журналиста Илью Азара. Такая история действительно была. Но он до этого, кажется, был в Абхазии. А я в Абхазии не была. Других историй, которые могли бы посчитать недружественными, не было. По ее мнению, грузинские власти просто не захотели раздражать Владимира Путина. Мы будем следить за развитием подобных ситуаций, ведь это не первый прецедент, как оказалось. Что это? Первые ласточки неприятных изменений или всего лишь накал предвыборных страстей? Я думаю, мы узнаем это позже. Но не только недопущенные в Грузию посетители, но и сам Михаил Саакашвили на этой неделе оставался в центре внимания. Экс-президент Грузии, который 29-й день продолжает голодать в тюрьме, заявил о том, что отказывается от медицинской помощи. Как вы знаете, до этого времени я сотрудничал с назначенным правительством, медицинским консилиумом, с единственной целью, до дня выборов сохранить минимальную работоспособность и способность мысли. Сегодня я завершаю это сотрудничество. Я благодарен членам консилиума и жаль, что правительство не учло их главную рекомендацию. А консилиум просил перевести Михаила Саакашвили в соответствующее медицинское учреждение. С сегодняшнего дня не буду принимать облегчающую голодовку лечения и не буду сдавать анализы. Об этом заявил третий президент Грузии. Заявление о голодовке Михаила Саакашвили на этой неделе делал и премьер Грузии Иракли Горибашвили. Комментируя его голодовку, он сказал, что у каждого человека есть право на самоубийство, и государство не несет за это ответственности. В законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Если человек решает убить себя, то он может убить себя, однако, конечно же, государство ответственности за это не возьмет. Вот что сказал Ираклий Гарибашвили. За это заявление он был подвергнут жесткой критике правозащитников и психологов, и ему пришлось оправдываться. Гарибашвили заявил, что он просто перепутал слова. В одном месте вместо слова «голодовка» он сказал слово «самоубийство». На грузинском эти слова звучат, в общем-то, несколько похоже – «шимшелоба» и «твитмкелоба». По словам Гарибашвили, именно из-за этой путаницы его заявление было воспринято неправильно. Естественно, вчера я говорил о «голодовке» и определенной в законодательстве дефиниции «голодовки». Об этом я говорил. Впоследствии речь шла о самоубийстве, и, возможно, мое выражение было неправильно интерпретировано. «Конечно же, у всех людей и заключенных есть право на голодовку. И я сказал, что мы не можем запретить голодание людям и заключенным. Я хотел сказать голодовка, а не самоубийство. Наверное, из-за этого произошла и определенная неправильная интерпретация». Ну вот, примерно так звучали оправдания Ираклия Гарибашвили. Вообще, судя по всему, как бы ни развивалась ситуация на выборах, на мой взгляд, страсти вокруг Михаила Саакашвили, его заключения и его голодовки улягутся явно не скоро. Чем закончится этот сюжет, пока совершенно непонятно. Но, конечно, ни одним накалом политических страстей живет Грузия. Ни одна страна не может жить без экономики. А вот экономика Грузии чувствует себя, судя по всему, неплохо и постепенно восстанавливается после коронавирусной просадки. В сентябре, по данным Национальной службы статистики, Грузии, по данным Сакстата, рост составил 6,9%. За первые 9 месяцев этого года средний показатель реального роста ВВП составил 11,3%. То есть экономика потихонечку растет. По данным Сакстата, в сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался в следующих секторах. Финансовая и страховая деятельность, транспорт и складирование, производство, обеспечение электрической энергии, газом и паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и рестораны, искусство, развлечение и досуг, деятельность, связанная с недвижимостью и торговля. То есть, в общем-то, все основные сектора экономики Грузии в последнее время чувствуют себя вполне неплохо. Но рост экономики сопровождается и ростом цен. По данным Сакстата, в третьем квартале, июль-август-сентябрь 2021 года, в Тбилиси выросли цены на недвижимость. По сравнению со средними ценами 20-го, рост составил 6,2%. Цены на частные дома выросли на 13,5%, на квартиры на 7,3%. Районами с самыми высокими ценами по-прежнему остаются Тацминда, Вакея и Сабуртала. Дешевле всего жилье можно приобрести в Нанзаладеве, Исане и Самгоре. В среднем 1 квадратный метр в новостройке нам Тацминда будет стоить 4089 лари, примерно 1315 долларов. А в Самгоре 2332 лари, это 750 долларов. А следующая новость пришла на этой неделе из Турции. Вроде, при чем тут Турция, при чем тут Грузия. Но дело в том, что в 80 километрах от Батуми в Турции запускается новый аэродром. И уже в декабре этого года начнутся первые экспериментальные полеты. 80 километров от Батуми это совсем рядом. И меня, как гражданина России, эта новость заинтересовала, ведь с 2019 года авиационное сообщение между Россией и Грузией, прямое авиационное сообщение, закрыто. Вполне возможно, если из России можно будет долететь в этот новый аэропорт, появится новый альтернативный маршрут для тех, кто хочет попасть в Грузию из России. Этот новый аэропорт строится у села Ешелькей в Пазарском районе. Совсем недалеко, 60 километров от границы Грузии. Но, однако, будут ли совершаться в этот аэропорт международные рейсы, пока не сообщается. Очень интересно наблюдать за развитием этой ситуации. И если здесь будет что-то действительно важное, мы вам обязательно расскажем. И еще две новости, которые могут заинтересовать туристов, причем не только российские. В Тбилиси на территории исторического центра открылась обновленная площадь Гудяшвили, на которой отремонтировано и восстановлено около 30 зданий, причем 22 здания – объект культурного наследия. В презентации проекта приняли участие действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Каха Кучава, представители различных ведомств. Открытие непосредственно перед вторым туром выборов – явно предвыборный ход. Но, как известно, выборы приходят и уходят, а новая интересная локация в Тбилиси в любом случае останется. Вторая новость пришла из Батуми. На прошлой неделе в Батуми состоялся фестиваль Sunrise. Мы попросили наших друзей из компании YotaTour рассказать подробности этого события. Всем привет! В Батуми прошел двухдневный фестиваль Sunrise. Как раз погода побаловала нас теплыми солнечными деньгами. На фестивале было представлено народное творчество и продукты из высокогорных районов солнечной Аджарии. Такие, как молочные продукты, как каймаги, это наша Аджарская сметана, яги, домашнее масло, сыр, чечили, очень вкусный и полезный. А также было представлено большое количество винных погребов, в которых можно не только продегустировать Аджарские и Грузинские вина, но также и поучаствовать в их изготовлении. Но особенное внимание привлек стенд с грузинским чаем, где можно было попробовать и продегустировать грузинский чай. К сожалению, после развала Советского Союза мы потеряли культуру чайного листа, и сейчас энтузиасты постепенно восстанавливают культуру чайного листа в Грузии. И поэтому было представлено несколько компаний из Аджарии и Гурии. Это один из регионов Грузии. Тыква Гогура. В Восточной Грузии говорят Гогура. У нас говорят в Западной Грузии хаппи. Тыква. С сайвой, с грецким орехом. На самый интересный момент обратите внимание, посмотрите, какое красивое блюдо, запеченное в тыкве. Сухофрукты с орехами. Особенное внимание уделялось грузинскому меду. Мед каштановый, мед акация, мед липа, мандариновый, и, конечно, очень полезный эвкалиптовый мед. В фестивале были представлены изделия народного творчества из дерева. Это каштан, акация, дуб. Это подносы, соковыжималки, блюда, на которых мы очень любим класть, знаменитая грузинская хачапури, которая, кстати, тоже была представлена на этом фестивале. Спасибо компания Йота Тур за подготовленный материал. Их контакты вы найдете в описании этого видео. Такой была неделя на наш взгляд. С вами был Сергей Азоль. Ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»